Итак, всех приветствую, ребят! С вами Император Прайм и я в системе. Итак, сегодня будет бой посвящен платиновому контейнеру. Почему именно? Потому что они сейчас стали очень редкость. Еще на канале, ни на одном из каналов, ни у одного из стримеров или вододелов я не видел, как же достать этот гребаный контейнер. Итак, хочу показать пример боя, что происходило в этом бою и, в принципе, оценить, за что его дали и все остальное. В общем, я вам скажу сразу, что потеть надо так, чтобы у вас даже ручки потели, ножки потели и везде у вас потело. Вот, поэтому бой будет такой прикольный, потому что с одной стороны Альянс Новок, с другой стороны Альянс Панды. Итак, битва Титанов. Очень прикольный бой. Чувак тормозит, ты просто красава. Я тебя поздравляю, братюня, дай пятерочку. При этом едем без остановочки. Еду просто-просто-напросто-просто упариваясь. Еду. Что вы наблюдаете? У нас на шестой-седьмой линии частенько сейчас стали засаживаться. Поэтому я, смотрите, по миникарте, боже, как все рассосались. Но, тем не менее, целую кучу засвета сделал. Смотрите, как я засветил красиво, согласитесь, круто. Это первая фишка для того, чтобы получить контейнер. Вы должны даже на ПТ сделать прикольный засвет, если это, конечно, удалось. Но это не самое главное, поэтому не надо не переездить, не всех светить. А тут Денчик. А тут Деня. Смотрите, как он начал дрифтовать со страху. Деня. На 120-м. Деня трамбует. Боже, мне страшно. Боже, Деня, давай. Деня пробивает. Смотрите, куда он стреляет. Он не в пиксель-хутинге стреляет. Или куда? Деня, что происходит? Денчик. Нет, Деня. Прощай, Деня. Продолжаем дальше. Деня. Дальше. Счет 14-14. Деня нет. У нас тик 100. Тоже нервный тик. Тоже нет. При этом продолжаю дальше следить. При этом вижу Дунчик. А тут, тут холмик бугорочек, ребят. И вот так вот получилось, что ни хрена. Что? Ну, в общем, пытаюсь, конечно, как бы забрать шота. И я его забираю. Делаем второй фраг, ребята. 14-13 счет. При этом, ну, как бы все, в принципе, нормально. Да, продвигаемся. Все четненько. Все красивенько так. Так. А тут еще Алексей Галушко. Итак. Алексей Галушко, привет. Это один из подписчиков. Поэтому сразу же передаю привет. Сразу как на поле чудес. Йохан и Баба Прямни Кубовича. Я себя почувствовал. Ну, да ладно. Что я делаю дальше? Я понимаю, что тут под мостом мешает стрелять. Если я поеду вот сюда по миникарте, на 5-й линии, меня просто все выдолбят в гэп из-под моста. Чтобы этого не случилось, ребят, я просто туда продвигаюсь. На вот эту сторону. Потому что тут очень опасно. Очень опасно. Сейчас будем накидывать. И тут опа, тут арматка. Боже, просто лечу на всех парах. 9-12 счет. 8-12. Мама, спаси меня. Боже, ебическая сила в ботанческой саду. Хлебать мой сух. Что происходит? Как спасти ситуацию? Это просто днинос. Панды уже счастливы. Панды кайфуют и уже наливают. И готовят шашлык где-то там на поляне, короче. И уже коньячок стоит и уже готовы праздновать победу. Но не тут-то было. Я пытаюсь что-то сделать. 7-12. Вы представляете, как это слив? 7-12. Это мама, спаси меня, ради меня обратно. Боже, я не хочу играть в армат. Это жесть. Это просто вообще капец. При этом два созводных моих слились. Ёхан и Бабай. Три панды еще во взводе. Как выжить в этом дурдоме? Но при этом на пылочке есть немец. Один со взвода. Точнее, не со взвода, но в одном бою. Ху. Хоть, как говорится, типа не сам. Но что происходит? Я здесь засел очень жестко. Алексей Галушко, прости, хоть и подписчик, но дал плюшку. Накидываю, накидываю и пытаюсь его забрать, чтобы не мешал. При этом еще один упаривается пацан. Серьезный статист. Мне кажется, киберспортсмен. Киберкартошка. 75 стата. 6 миллиардов средуха. Выцеливаю. Не пробил под башню. Какая-то медаль, как красиво, должна зайти. Но не прошло. ВБР типа горит. Ни хрена. Картопанский ВБР. Буду называть теперь все ВБР. Потому что, ну, реально похоже на картошку сейчас. Ну. И он меня пробивает. Ну, красавчик. Ну, красавельно. Ну, я забираю третий фраг, ребят. Третий. Понимаете, что это означает? Это означает, что Алексей Галушко забрали. Дальше стою. А тут пацан, смотрите. А. А. И ничего не видно. И вспышка слева. Вижу еще одного пацана. Ставлю на каточек. При этом задний пацанчик. Дает ему дэмэдж. И все, в принципе, нормально. При этом. Вы посмотрите, что происходит. Происходит просто ебическая сила. 7-9. Я долблю пацана, который выкатился боком. Ну, это просто жестяк. Вы смотрите, смотрите. Что происходит в этом дурдоме. Смотрите. Перестрелка на перестрелке. Что у нас получается? У нас все в центре находятся. Панда тут находится. Это опасный момент. Здесь тоже два танка, короче. Это жесть. Там трамбуют следующую МС-ку. Нападение на МС-ку, короче. Этот оттуда. 7-8. Что происходит? Где остальные панды? Они даже не светятся. Вы понимаете, что нету панд. Такое ощущение, как будто не играет. А знаете почему? Потому что панды это топовый альянс сидеть в кустах. Они даже после того, как сделали, блин, гребаный этот, блин, пиксель-хантинг расширен. Они даже, блин, сделали 0-10 разброс, чтобы не могли играть. И все равно они умудряются как-то это сделать. Ну, как они умудряются это сделать, сидеть в кустах? Ну, нету их. Вообще нету. Одна там, только одна. Все нету. Где? Все прочекано. Все про это. Но, тем не менее, мы стоим на кровати. Панда вот, а вот, появился засвет. Класс. А вот еще появился. Это прикольно. При этом даю плюху пацану и с поджогом, ребят. Просто персик, персик горит, догорай, дорогой. Что же, подкатываюсь к немцу на ПЛК. Я не знаю, но пытаюсь, потому что тут шотов. Там уже как бы делать нехрен. Типа того, да? 4-7. Мы просто сливаем. Это просто опять сливаем. И смотрите, панда неоткуда не возьмись появилась. Панда, спаси меня, мама. Боже ты мой. Она вылетает. И смотрите, подсосник. А, подсосник подлетает и хочет убить меня. Нет, нет, пожалуйста, не убивай меня, панда. Не хочу, не хочу умереть. И он хотел. Он понял, что я отвернулся и решил этим воспользоваться. Ах, как сука. А, быстро хотел командира Новакова наказать. Ну, хрен там. И что, мы начинаем играться с пандами. И я под башеньку. И хрен, хренушки, бубинки не заходят. Ну, 7-800 дамага и 4 фрага у меня есть. 4 фрага есть и 4-5. Я опять тащу сараюсь в катку. Это просто какое-то проклятие. Честно. Опасный момент. Дальше панда все-таки выделывается. Делать я ничего не могу и сделать. При этом одна панда уже отправилась в ангар. Смотрите, что он делает. А там еще... Ооо, только на красавуэлла. Пятый фраг. Пятый фраг. 8 500 дамага. Но при этом не забываю, что там еще тунчик горел. Вот, поэтому дамаг. И тут панду я наказываю за то, что она боком повернулась и пыталась. Куда же она пыталась? Я так и не поймаю. Их две панды. И она дальше продолжает двигаться. И я не пробиваю, потому что стреляю с вертухана. И я догоняю панду. 9 200 дамага. Я кричу. Стой, дружище. Стой. Алексей Голушко. Красава. Пишет. Новый китачат. Ну, красава. Классный бой. И я пытаюсь пробить и тараном. И альфа ни тараном не прошла. И смотрите, что здесь начинается. Такая порнуха. 0-10 разброс. Смотрите. Накаток. Альфа не прошла. Накаток. Накаток. Панда меня наказывает. Дает мне защику за то, что я ее не про... Смотрите. Не пробил. Прикиньте. Вот это просто читер панда. Второй летит. Смотрите, что делаю. Чтоб он не мешал. Даю гуслю. Ставлю на каток. Я шотный. 71 хп. Панда отправляется в ангар. Этот стреляет по мне. Не пробивает. Нахрен. Я, короче, свожусь и думаю. Там, мать его, уже в еб. Обстреляю. 71 дамага. Короче. 2-1 счет. 9-900 дамага. 6 фрагов. Мама, где я? Ты где? Панда? Ты где? Алло. Короче, блин. С 0-10. Тут меня прям реально чуть ли ВПР не подвел. Тут опять текстура. То она появилась, то она пропала. Боже, что происходит? Я уже стараюсь не ехать, потому что на его нахер. Я, короче, свожусь. Даю в попочку. 10-500 дамага. И все просто шикарно. Башня повреждена. Все повреждено, мать твою. И что же происходит? Происходит такая канитель, что дамаг неплохо. Насветил. Натанковал. 6 фрагов, короче, ухерачил. Панда, короче, я понимаю, что он меня снимет, если я туда поеду. Поэтому делает волшебный момент чувачок и понимает, что надо пацанчика объехать. Я просто контролю. Но Панда, скорее всего, мне кажется, я не на фугасах была или что-то вроде этого. Потому что не знаю. При этом мне все повредило. Все меня повреждено. Но у меня цифра 1 на танке. Как вы видите, цифра 1. Я номер 1, короче, на Руси. Йохан и Бабай. Я жду этого прекрасного момента, когда ее просто трахнут сзади. И тут... Тут, короче, происходит волшебный момент. И там еще 200 хп, ребят, было, догорело на сайте, короче, 10 700 дамагов. При этом, что мы получаем за бой? Получаем 10 700 дамагов, 6 фрагов. Помимо этого... Сейчас я вам покажу результаты боя. Вот этот бой. Снайпера я получаю. Получаю, ребят. Получаю танкового аса. Получаю золотую медаль. Получаю разведчика. Ноль урона. И контейнер платиновый, ребят. Вот он, волшебный, мать его, платиновый контейнер. Здесь урона нету. Ну, в принципе, в бою вы видели, короче. На сайте не хочу скрин в конце прикреплять. Сейчас нужно помонтировать. Поэтому напрямую я заброшу. Там, поверьте, еще 200 хп. В общем, 10 700 вышло. При этом, помимо еще этого, всяких медалек и всякой хрени, я еще и натанковываю почти 12 тысяч эффективной защиты. Вот, ребят. Вот такая фигня. Отраженный урон 11774. Ну, почти 12 тысяч еще и натанкованного. Но, знаете, что самое большее меня убило? С учетом, мать его, према, я ушел нахрен в минус. Да или нет? Да, нет. Твою мать. Вы смотрите, итогая награда, это если без према. А вот с учетом према. Минус 4 тысячи. И это при почти 11 тысячах дамага. Смотрите, большой зип. Ну, вы видали, нужно сколько. Санитетическое масло, очень классная штука. Энергетик тоже дает поворотливость и всякую фигню интересную. И ремонт 24 тысячи. И, бог ты мой, смотрите, сколько бабла надо. Вот это, конечно, обидно. В общем, вы поняли, что надо, короче, и светить, и фрагить, и дамаг. И потом вы получите этот чертовый контейнер. Это просто, ребята, жестяк. Честно. Но, по крайней мере, я хотя бы понял, короче, как надо потеть. Реально, короче, не все смогут его получить, Йохан и Бабай. Реально. Вот он у меня один. Поэтому я его даже открою при вас, прямо здесь. Открываем волшебный контейнер. Давай. Фонфары-бамбары. И за что ж батя тут потел? За серебряный ускоритель, за бронзовый ускоритель, за золотой большой ускоритель, за золотой жетон, платиновый жетон репутации. 100 тысяч бабла, 14 тысяч репутаций. Хотя, конечно, нужен прем, если честно. Там 7 дней, 30 дней. Ну, вот так вот. Ну, в общем, ребят, кому было интересно смотреть, подписываемся на канал. С вами был Император Прайм. Ставим лайки, подписываемся на канал еще разочек. Теперь, по крайней мере, вы в курсе о всех событиях, что, как и куда. С вами был я. Я в системе. Всем пока.